Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Таня, и сегодня я записываю для вас новое видео с покупками из золотого яблока. А также сегодня я документирую просто невероятное событие солнца в Петербурге осенью. Я уже пыталась записать это видео, к сожалению, у меня ничего не получилось, как раз-таки по причине отсутствия солнца. Было ужасно пасмурно, а ощущение было, что уже вот-вот начинается ночь. Поэтому я даже не дозаписала видео, потому что под конец стало вообще абсолютно темно. И поэтому сегодня я снимаю вот с таким вот замечательным солнцем. К сожалению, мне не особо комфортно сейчас смотреть, поэтому немножко я прикрыла занавеской солнце. И вот вы видите такую тень на моем лице. Могу, конечно, чуть по-другому сделать, все равно тень видна. Если вы подписаны на мой инстаграм, то наверняка некоторые покупки вы уже успели увидеть там. Что-то я уже показывала, про что-то даже рассказала. И начать я хочу с парфюмерии. Меня как-то в комментариях попросили записать видео о том, каким парфюмом я пользуюсь. И у меня не такая огромная коллекция парфюмерии, чтобы записывать для этого отдельное видео. Поэтому, опять же, возможно, как-нибудь в инстаграме я подробнее об этом расскажу. Покажу у меня буквально несколько ароматов. И я решила прикупить себе еще один от бренда Essential Parfum. Солнце очень сильно слепит, поэтому извините. Но перезаписывать в третий раз, если честно, думаю, что у меня просто закончатся нервы. Я выбирала между двумя ароматами. Это Bois Imperial и Divine Vanille. Bois Imperial — это самый распространенный аромат бренда. И, возможно, из-за этого мне казалось, что он мне тоже обязательно нужен. Но я решила... Что такое? Но я решила послушать себя и выбрать то, что мне понравилось чуть больше. И это аромат Divine Vanille. Здесь я слышу просто невероятно ярко вишневую косточку. Еще с таким небольшим оттенком ликера. В общем, она какая-то алкокольная, приятная очень. И вот именно на верхних нотах здесь присутствует, мне кажется, вишня. Хотя, насколько я помню, в пирамиде она не указана. Но и мне так показалось, и моему мужчине. И потом, когда аромат со временем раскрывается, уже можно ощутить ваниль. Очень приятную, очень нежную, не сильно приторную. Вот именно та, которая мне нравится. Решила сначала попробовать небольшой флакончик. Здесь 10 мл. И в случае чего, если мне понравится, возьму полноразмерный бутылечек 100 мл. Этот бренд меня изначально привлек за то, что он продвигает в массы экологичное потребление. За то, что он использует натуральные ингредиенты. Как написано здесь на коробке, это 89% натуральный продукт. Это французский бренд. И также, что мне срезонировало, это то, что все ароматы довольно-таки бюджетные. Несмотря на то, что это нишевая парфюмерия. А бюджетная она за счет того, что бренд экономит деньги на рекламе и также на своей упаковке. Крышки у этих флакончиков не магнитные. А магнитные крышки повышают стоимость парфюма. То есть, если вам не столь важно, из какого там материала произведена упаковка, произведена бутылочка, вам важен просто качественный дорогой аромат, то вы можете присмотреться к этому бренду и попробовать их ароматы. Далее, следующее, что я заказала, это крем для лица от бренда Ши. Здесь 40 грамм. И я решила, что буду использовать этот крем в качестве базы под макияж. Потому что он очень легкий, он не какой-то там глубоко питающий. Такая легкая текстура, очень быстро впитывается, сглаживает кожу. И мне кажется, он идеально подходит в качестве базы под макияж. И именно так я его и использую. Продушка у него не сказать, что прям очень приятная. Мне, если честно, не очень нравится. Но она быстро уходит и остается просто гладкая, приятная кожа. На самом деле, в этом креме меня больше всего привлекла его упаковка. Упаковка просто в стиле Барби. Очень красиво смотрится в косметичке. Далее будет 5 товаров из раздела косметика. Первые 2 товара одного бренда. Это бренд Золотого яблока, называется Дарлинг. И первая это помадка. Влажный поцелуй, она называется. Подобные я, бывало, встречала на просторах Инстаграма. Также, я так поняла, они попадаются часто в ТикТоке. И это помада, которая тает на губах. Точнее, это блеск очень сияющий. Вот так вот он выглядит. Соприкасаясь с кожей, он сразу же как будто бы плавится. У меня в третьем, самом нейтральном нюдовом оттенке, как мне кажется, на губах он дает легкий холодок, тем самым придавая эффект увеличения губ. Давайте я попробую нанести его сейчас. Я нанесла совсем немного. Какое-то такое легкое свечение он придал. Мне очень нравится. И сейчас губы начинают немного охлаждаться, пощипывать. И вот вы можете сами оценить, как вам. Далее, от этого же бренда я нашла просто потрясающую, самую лучшую тушь, которую я только встречала. На эту тушь я променяла свою любимицу Cabaret от Vivienne Sabo. И на мой взгляд, она намного лучше, удобнее в использовании и больше мне нравится. У меня в первом оттенке черная. И самая главная фишка в этой туши, это то, что она смывается при температуре 38 градусов. Она смывается такими комочками, растворяется и не образуется эффект панды на глазах от снятия туши. На самом деле, я никогда не любила смывать макияж, только потому, что мне не нравится, как смываются туши. Это все неудобно, некомфортно, поэтому эта тушь для меня просто находка, она идеальная. У нее также очень удобная кисть, небольшая, при этом очень хорошо прокрашивает. И мне нравится, что реснички не просто окрашиваются при нанесении туши, они именно удлиняются. Поэтому сейчас на постоянной основе каждый день я пользуюсь именно этой тушью. Далее, я заказала очень бюджетную вещь для бровей. Это тени. Точнее, как тут написано, пудра для бровей, и она водостойкая. Она от бренда Catrice. И здесь два оттенка, более светлый и более темный. И также в комплекте идет кисточка двухсторонняя. У меня в десятом оттенке, и сейчас эта пудра у меня на бровях, поэтому тоже можете посмотреть, как это все выглядит. Я в основном вот этот темный оттенок наношу в уголок, и светлый вот сюда, в начало брови. Чтобы начало было таким едва заметным, мне нужно было какое-то средство для бровей. Я решила попробовать это, и могу сказать, что я не пожалела. Пока что пользуюсь именно им. И также хочу прикупить себе маркер, чтобы вырисовывать точечные волоски, чтобы было все еще натуральнее. Далее такой неоднозначный товар, это румяшки от Chic. У меня есть такой же скульптор в точно такой же упаковке, но эти румяна оказались безумно пигментированные, у меня в оттенке 01. Если я нанесу чуть больше капельки, то я просто сразу становлюсь какой-то морфушей. Всем совсем маленькая капелька, мы ее растираем, и смотрите, как все пигментировано. Я еще не поняла до конца, нравится мне этот продукт или нет. В целом мне его хватит на очень-очень долго, но мне нравятся такие более приглушенные оттенки. Этот довольно-таки яркий, и опять же, с ним очень легко переборщить, но при этом распределяется он потрясающе, не оставляет никаких пятен, и наносится тоже очень легко. И последняя вещь из раздела косметики, тоже от бренда Chic, просто потрясающий карандашик для губа. У меня в оттенке Verona. Это нюдовый карандаш, я очень люблю нюдовый, это она в макияже, как вы поняли. Давайте тоже нанесем его на руку, чтобы было нагляднее. Очень легко и приятно наносится, и также легко тушуется. И мне нравятся карандашки Chic, что для губ, что для глаз, тем, что они невероятно легко тушуются, растягиваются. Я очень люблю делать на губах такой градиент небольшой. И вот этот карандашик я обычно наношу на контур, и в центр наношу какой-то более светлый. Получается просто потрясающий макияж губ. Далее пройдемся по уходу. Расскажу вам предысторию. Я очень долго думала, покупать ли мне или не покупать крем невесты от Султана. Этот крем позиционируется как BB, но на самом деле он не имеет никакого оттенка, и это просто обычный крем для лица. И перед тем, как его покупать, я решила посмотреть видеообзоры на этот крем. И в одном из обзоров я увидела аналог, который в 5 раз дешевле, но при этом в несколько раз круче, как говорилось в том видео, чем крем для невесты от Султана. Я решила, если этот крем круче и он дешевле, зачем переплачивать, если можно взять крем лучше. Я не тот человек, который покупает только ради бренда, только ради упаковки и прочее. Мне на самом деле важно еще и то, как работает продукт, чтобы он помогал действительно. Поэтому я решила послушать совет этого влогера и попробовать крем. Тоже называется крем невесты, только от бренда Zeytune. Вот так выглядит упаковка, очень похожа на Султан де Соба. Открываем, и там видим баночку, которая, опять же, немного похожа по дизайну. Тоже золотая крышка, но она скорее бронзовая. Открываем, и здесь мы видим вот такой розовый, точнее даже пыльно-розовый, такой немного поросячий оттенок. Как видите, я уже успела попользоваться им. И что могу сказать? Во-первых, запах. Он должен пахнуть розами, маслом ши и кокосом. Я чувствую розу, но она не очень приятная. И для меня аромат, как крем какой-то бабули. В детстве, мне кажется, были крема с таким ароматом похожим. Здесь 100 мл. Набирается он довольно-таки странно. Мне кажется, он не похож на обычный крем, но на лице он ощущается для меня какой-то пленкой. То есть я его наношу, когда, во-первых, он не впитывается сразу же. То есть вы видите, я его растираю, и он остается пленкой такой какой-то. Как будто бы между кремом и лицом есть какое-то пространство, которое не дает впитаться этому крему. Через какое-то время, конечно, крем впитывается. И что я замечаю далее? Далее я замечаю, что зачем-то в этот крем положили много блёсток мелких. Зачем блёстки в креме для лица, мне непонятно абсолютно. Потому что максимум сияния, которого хочется на лице, это просто сияние кожи как бы изнутри. Но точно не какие-то блёстки по всему лицу. В общем, мне он не понравился. К сожалению, этот крем не заменил мне крем-невесты от Султана. И именно поэтому я решила взять настоящий крем-невесты. Вот так выглядит его упаковка. То есть как бы цветовое решение, название крем-невесты, аромат розы. В целом решили как будто бы ничего не менять. Но эта упаковка, мне кажется, выглядит посимпатичнее. И, конечно же, сам крем. Давайте тоже мы сравним. То есть здесь как будто бы пытались делать золотую крышечку. Мне кажется, здесь цвет выглядит более дорого. Да и в целом сама упаковка. Ну, наверное, оно и логично, потому что этот крем стоит в 5 раз дороже. Но упаковка, конечно, прекрасная. Она изогнутая здесь, выгравировано стеклом. Название бренда. И это вообще потрясающе красиво выглядит. И этот крем пахнет прям очень сильно, явной-явной розой. Здесь тоже его 100 мл. Мне кажется, ухватит на очень большое количество времени. Запах, если честно, довольно навязчивый. И я понимаю людей, которым мне нравится эта отдушка. Но меня она абсолютно устраивает. И давайте покажу, как он выглядит на коже. Во-первых, наносится он гораздо приятнее. Не как крем от Zaytune. И нанося на коже, мы просто видим свечение. Красивое, приятное. Здесь в составе много масел, которые ухаживают за лицом. Которые питают кожу. И кожа после крема мягкая, бархатистая. Ее приятно трогать. Но, конечно, никакого BB эффекта здесь нет. Это просто скорее как база под макияж. И этому крему я ставлю 9 из 10. Один балл я отниму за аромат. Но мне он нравится. Этому крему я поставлю 5 из 10. Даже, наверное, меньше. Потому что я вообще не поняла, зачем добавили блестки. Почему крем не впитывается. Почему он остается маской первое время. В общем, если вы думали сэкономить. И купить этот крем, заменив его кремом от Султана. То лучше найдите что-нибудь получше. Не обязательно крем невесты. Далее, следующие 3 продукта были одного бренда. И начала я знакомство с этим брендом. С геля для душа. Который я показывала уже в первом видео. Распаковки золотого яблока. Там был крем для душа от Tessori Dorient. И гель для душа был с ароматом белого мускуса. Он мне очень понравился. Я решила взять крем. Так выглядит крем для тела от этого бренда. 300 мл здесь. И содержимое этой банки выглядит так. Очень питательный. Такой прям насыщающий крем. И пахнет какой-то невероятной чистотой. Больше всего мне этот аромат напоминает аромат хлопка. И также он очень похож на запах крема от Nivea. И что самое главное, крем очень классно питает. И вот знаете, ты выходишь из душа. Наносишь на себя этот крем. И чувствуешь себя просто самым чистым человеком на этом свете. Мне очень нравится консистенция этого крема. Он и не слишком плотный, как баттер. То есть распределяется хорошо, но при этом не такой жидкий, как лосьон. То есть он очень классно напитывает кожу. И в связи с тем, что мне понравился этот аромат, что он мне показался прям невероятно чистым, я решила заказать туалетную воду для того, чтобы наносить ее на белье, на одежду. Поэтому я сейчас очень часто открываю гардероб, делаю вот так. И одежда пахнет, как будто бы она только что постирана. У этого бренда, кстати, еще есть кондиционеры для белья. Поэтому я задумываюсь уже над покупкой кондиционеров. И поскольку помимо аромата мне понравился сам крем, я решила заказать еще один. Этот крем с ароматом, который называется Хамам. У него более темная такая восточная упаковка. И запах мне напоминает какой-то огонь, дым. Похож чем-то на аромат в бане, но не с эфирными маслами, а какой-то просто вот тлеющей печи. Поэтому, когда у меня боли, какое-то такое загадочное настроение, я наношу его. Кстати, заказывала я его без каких-то предварительных затестов. Просто решила, что, наверное, аромат Хамама мне понравится. И как раз таки так и произошло. Далее отдельно для улажнения ног я решила заказать супер бюджетный бальзам для пяточек, для ног. Это очень бюджетный бренд, называется Чокулате. Мне как-то моя сокровь дарила скраб для рук от этого бренда, облепиховый. И он мне очень понравился. Поэтому я решила, что можно поэкспериментировать и попробовать заказать что-то этого бренда еще. И заказала бальзам для ног. Он оказался очень питательным. Знаете, что самое удивительное? Все крема для ног обычно достаточно жидкие и не супер увлажняющие. Видимо, для того, чтобы крем быстро впитался. Но этот бальзам, он очень похож на масло. То есть, когда я его наношу, он прям тает. Получается, распределяется каким-то маслом. То есть, видите, я обычно наношу его только вечером перед сном, уже лежа в кровати. Потому что с такими масляными ногами не хочется никуда ходить. Но при этом хочется очень глубоко питать свои ножки, ступни и пяточки и прочее. Здесь написано, что это аромат мятного чая, но пахнет какими-то эфирными маслами, эвкалиптом. Что-то прям такое, знаете, немножко похоже на звездочку. И здесь очень хороший состав. Масла ши, кокоса, горчичная льна, воск, сои, живица, кедра, депантенол, эфирные масла, экстракты и витамины А и Е. Поэтому можете тоже попробовать. Мне он понравился. Далее речь пойдет об уходе за волосами. В прошлом видео про покупки золотого яблока я вам показывала продукты от бренда Рейтед Грин. Сегодня покажу еще четыре. Такое вот у меня получилось очень глубокое знакомство с этим брендом. В прошлый раз у меня был шампунь Риал Ши. В этот раз я покажу вам маску для волос. Тоже из этой линейки. И у нее потрясающий аромат. Очень приятный. Здесь 240 мл. И помимо масла ши здесь есть еще и масло авокадо. Нужно нанести маску на 5 минут на всю длину и получается классный эффект, разглаживающий. Она какого-то прям вау эффекта не произвела у меня, но у нее очень приятный аромат. И по действию она хороша, но равносильно и другим маскам. Например, до нее я пользовалась маской Ладор и какого-то прям кардинально другого эффекта я не почувствовала. Но если вы хотите попробовать что-то этого бренда, то это достойный продукт. Просто хорошая, качественная маска. И наверняка вы видели ее много раз на просторах Пинтереста. Упаковка очень эстетичная, лаконичная. Красиво смотрится в ванной, в косметичках. Очень часто их комбинируют вместе с вот этим кремом. И вот про этот крем я могу сказать напротив, что он очень классный. Как я понимаю, это термозащита. С этим кремом волосы очень такие разглаженные, блестящие. Помимо этого он защищает волосы от воздействия температуры. Запах, как по мне, у него специфический. Но меня устраивает. В целом похож немножко на какие-то колосья, пшеницу. Я использую буквально 2-3 капельки на всю длину. И уверена, мне хватит этого крема на очень долгое время. Здесь 150 миллилитров, но также у бренда есть маленькая упаковочка с 50 миллилитрами, которую можно брать в путешествие, в ручную кладь. Можно просто купить для того, чтобы ознакомиться, чтобы не брать большую, не рисковать. И по-моему, это самый топовый продукт данного бренда. Следующее, что я заказала, была маска авокадо. У нее невероятный запах банана. Он очень приятный. Сама маска такая достаточно густая. Очень приятно пахнет. Такой немножко химозненький банан, но мне очень нравится. И самое удивительное открытие для меня у этой маски было, когда я решила прочитать применение. Я, наверное, как и все, маску всегда наношу на длину, отступая от корней 5-10 сантиметров. Также я впервые нанесла и эту маску, но потом решила прочитать применение. И эта маска помимо длины, также еще и для кожи головы. Это, конечно, удивительно, но тем не менее волосы после нее не жирнятся. Именно это является проблемой, если носить маску на кожу головы. По поводу действенности маски я особо не заметила разницу между ними. Обе маски очень хороши, но вот у этой аромат просто потрясающий. У этой тоже классный, но вот этой. И я решила попробовать вот этот спрей для роста волос или для кожи головы регенерирующий спрей. Я совсем немножко израсходовала, пока что просто пробовала. Он прям пахнет травами, очень натурально. Какими-то даже лекарствами, как будто бы. У меня есть средство для роста волос, которое наносится пипеткой. И я не заметила вообще никакого результата от его применения. Я очень долго ждала результата от этого средства, но, к сожалению, так и не дождалась. Я использовала две упаковки полностью. И сейчас у меня в процессе третья. И я уже думаю, что, возможно, никакого результата даже после третьей упаковки я не увижу. Поэтому у меня большие надежды на это средство. Не могу сказать ничего, как оно работает по действенности. Но мне писала уже знакомая в Инстаграме. У нее было пять таких банок, и ей понравилось. Следующее тоже можно отнести к волосам. Но это уже не про уход, а больше, наверное, про декор, я бы сказала. Потому что это сухой шампунь, и я взяла сразу две баночки. Взяла протестировать новый бренд золотого яблока, FOMI называется. Я обычно беру всегда сухие шампуни от Batiste, но они мне не всегда нравятся. Это были единственные сухие шампуни в России, которые мне подходят. Но в Турции я пользовалась шампунями сухими, которыми нравились мне больше. Поэтому я решила попробовать, поэкспериментировать и заказать себе шампунь сухой от бренда золотого яблока. Он стоил в два раза дешевле, если я не ошибаюсь. И понравился мне в итоге больше. Помимо того, что он классно справляется с жирными волосами, у него очень приятный аромат, как будто бы парфюмерный. Кстати, в составе здесь есть парфюм. Он пахнет каким-то очень приятным парфюмом. Что самое главное для меня, что нет эффекта седины. Конечно же, сам шампунь сухой белого цвета. Но при этом этот белый след уходит легко при расчесывании. Поэтому мне шампунь сухой понравился. Буду дальше тестировать. И последнее на сегодня. Это в целом касается и кожи, и волос. Но это то, что придает им красоту изнутри. Это витамины. Я решила, так как наступила осень, нужно помогать своему организму, принимать витаминки. И заказала себе комплекс для кожи, ногтей и волос от американского бренда Salgar. Я их продукцию уже покупаю не первый раз. И она меня абсолютно устраивает. Выбирала между этими и витаминами от Art & Fact. И решила, что эти более проверенные, поэтому возьму их. Тем более, насколько мне известно, США в плане вот таких вот медикаментов производит практически самое лучшее. Кстати, что удивительно, аромат не вызывает рвотных позывов. Потому что витамины часто пахнут очень неприятно. И, конечно же, в идеале было бы сдать все анализы. Посмотреть, где у меня есть дефициты. И принимать только то, что нужно мне. Но это все долго, заморочно. Я решила просто купить витаминки для волос, ногтей и кожи. И сделать хотя бы что-то. Пропить хотя бы эти витамины. И, возможно, когда-то, через несколько месяцев, через несколько лет, я все же дойду до того, чтобы сдать все анализы на витамины. Или до того, чтобы пойти к врачу, который бы мне прописал нужные именно мне витаминки. Помимо этого, вместе с ними я принимаю омегу-3. И в симбиозе это получается достаточно хорошие эффекты для ногтей, волос и кожи. И, собственно, все. На этом мое видео подошло к концу. Я очень рада, что я его записала для вас. Надеюсь, что-то для вас было полезным. И вы взяли себе что-нибудь на заметочку. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Впереди вас ждет еще много интересных видео. Ставьте палец вверх и пишите комментарии. Мне невероятно приятно их читать. Просто вы не представляете, как они меня мотивируют, подбадривают и заряжают меня эмоциями. А на этом мое видео заканчивается. Желаю всем хорошего настроения, хорошей осени. Всех люблю и целую. Пока.